Ганс Христиан Андерсон Сказка «Воротничок» Жил-был изящный кавалер. У него только и было за душой, что подставка для снимания сапог, гребенка, да еще очень красивый, прямо-таки щегольский воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь. Воротничок уже пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочной подвязкой. «Ах, — сказал воротничок, — как вы грациозны, как нежны и миловидны!» Никогда не видал ничего подобного. «Позвольте узнать ваше имя!» Но подвязка была очень застенчива. Вопрос показался ей нескромным, и она промолчала. «Вы, вероятно, завязка?» — продолжал воротничок. «Что-то вроде тесемки, которая стягивает платье на талии?» «Да, да, я вижу вы украшения, и в то же время приносите пользу, прелесть моя!» «Пожалуйста, не заводите со мной разговоров!» — возмутилась подвязка. «Я, кажется, не подавала вам повода!» «Ваша красота — достаточный повод!» — сказал воротничок. «Ах, сделайте одолжение, не приставайте!» — скричала подвязка. «Вы похожи на мужчину!» «Конечно, я ведь изящный кавалер!» — подтвердил воротничок. «У меня есть сапожная подставка, гребенка!» «Вот и соврал!» Воротничок просто хвастался! Эти вещи принадлежали не ему, а его владельцу!» «Отстаньте, пожалуйста!» — проговорила подвязка. «Я не привыкла к такому обращению!» «Недотрога!» — буркнул воротничок. Тут его взяли, выстирали, накрахмалили, повесили на спинку стула, высушили на солнце, потом положили на гладильную доску. Появился горячий утюг-плитка. «Сударыня!» — сказал воротничок утюжной плитки. «Прелестная вдовушка! Как жарко! Я горю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сам не свой! Вы прожигаете меня насквозь! Ух! Вашу руку и сердце!» «Ах ты, рвань!» — проговорила утюжная плитка и гордо прокатилась по воротничку. Она воображала себя паровозом, который тащит за собой по рельсам вагоны. Воротничок слегка потрепался, и появились ножницы, чтобы подровнять ему края. «О!» — воскликнул воротничок. «Вы, должно быть, выдающаяся танцовщица, прима-балерина! Вы так чудесно двигаете ножками! В жизни не видывал ничего подобного! Кто из женщин может сравниться с вами?» «Знаем!» — сказали ножницы. «Вы достойны быть графиней!» — продолжал воротничок. «Но, увы, я владею только хозяином щеголем, сапожной подставкой и гребенкой!» «Ах, будь у меня графство!» «Да он, кажется, сватается!» — скричали ножницы, и в гневе так скромсали воротничок, что пришлось его бросить. «Посвататься разве к гребенке?» — подумал воротничок и обратился к ней. «Удивительно, как сохранились ваши зубки, Фрекин! А вы никогда не думали о замужестве!» «Как не думать?» — ответила гребенка. «Я уже невеста сапожной подставки!» «Невеста!» — воскликнул воротничок. Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство. Время шло, и воротничок вместе с прочим тряпьем попал на бумажную фабрику. Там собралось большое тряпичное общество. Тонкие тряпки, как и подобает, держались подальше от грубых. Здесь у каждой нашлось о чем порассказать, а у воротничка, конечно, больше, чем у всех. Он был хвосту, каких мало. «У меня была уйма невест!» — тараторил он. «Так и бегали за мной!» «Да и как не бегать?» Весь под крахмалиной я выглядел настоящим франтом. У меня даже были собственные сапожные подставки и гребенка, хотя я никогда ими не пользовался. Посмотрели бы вы на меня, когда я бывало лежал на боку. Никогда не забыть мне мои первые невесты-завязки. Она была такая тонкая, нежная, мягкая. Ах, из-за меня в лохань бросилась. Была еще одна вдовушка. Воспылала ко мне такой любовью, что до белого коленя дошла. Но я ее покинул, и она почернела с горя. Еще была прима-балерина. Это она ранила меня, видите? Бедовая была. Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла все свои зубы. Словом, немало у меня было всяких разных приключений. Но больше всего мне жаль подвязку, то бишь завязку. Ведь она бросилась в лоханье за меня. Да, много у меня прегрешений на совести. Пора, пора мне превратиться в белую бумагу. Желание его сбылось. Все тряпье превратилось в белую бумагу. А воротничок в этот самый лист, на котором напечатана его история. Так он был наказан за свое лживое хвостовство. И нам тоже не мешает вести себя осторожнее. Как знать, может и нам придется когда-нибудь попасть в кучу тряпья и превратиться в белую бумагу, на которой напечатают нашу собственную историю. И тогда пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok